Ярмарка – это всегда праздник, особенно после долгой самоизоляции. Конечно, она сегодня немного другая, чем раньше. Продавцы в перчатках и масках, нет популярных дегустаций, когда можно попробовать любой товар, отсутствуют привычные глазу очереди. На ярмарке у кинотеатра «Искра» организация торговых мест проведена с учетом требований о соблюдении социальной дистанции. Жителям такая форма торговли очень нравится, мы ее также приветствуем. Наша задача, соответственно, поддержать организаторов, в плане подсказать им, как правильно организовать, как правильно предусмотреть все меры безопасности со сложившейся ситуацией. Более 70 предпринимателей представляют на ярмарке свою продукцию. Стоит отметить, что почти половина из них из Ленинского городского округа. У Ольги Довгаповой семейная ферма «Свое подворье», расположенная недалеко от города Видное, в деревне «Спасские выселки». У нас курочки, уточки, перепелочки, различные яйца, яйца цесарок, павлинов, фазанов, индюшек. Все это мы сами производим, все это выращено собственными руками. Особой популярностью у видновчан пользуется клубника совхоза имени Ленина. В этом году мест, где ее можно приобрести, немного. Одно из них находится на ярмарке у Искры. Продукция у нас хорошая, отличная. Покупатели довольны, ждут нас каждый сезон. Будет еще осеннее, еще вкуснее и вкуснее клубника. Очень вкусная. Было бы желательно, чтобы такая клубника была всегда. У Надежды Седуковой личное подсобное хозяйство в Чувашской республике. Видно, она приезжает уже четвертый год. Вместе с мужем они сами выращивают овощи, фрукты и ягоды. Также помогают реализовывать урожай соседей. Есть, конечно, не все грунтовое. Есть тепличные комплексы, потому что помидоры тепличные. А огурцы, вот, допустим, уже картошка и капуста молодая все. Это чеснок тоже уже в выкопки молодые идут. Баклажаны и перцы, конечно же, тепличные пока. Любовь Лукина предпочитает покупать овощи именно у Надежды. Любовь Александровна рассказывает, что приобретает самые популярные летние овощи – помидоры и огурцы. Они здесь всегда свежие и вкусные. Очень симпатичный продавец, очень вежливый. И все хорошее, главное, натуральное. Для сладкоежек представлен большой выбор белевской продукции от фабрики «Старые традиции». Пастила, зефир, мармелад, смоква, кисель, хрустила – все это только из натуральных ингредиентов, без консервантов и сахара. Сладости изготавливаются по старинной рецептуре. Белевская пастила запекается в русских печах по особым способам. И получается непревзойденная воздушная пастила. И полезные свойства сохраняются в течение всего года. Лето в разгаре и на прилавках – огромный выбор фруктов. Представлены товары текстильной промышленности – белорусский, ивановский трикотаж, постельное белье, книги и украшения. Все по доступным ценам, которые ниже, чем в магазинах. Ярмарка продлится до 12 июля, а следующая пройдет с 20 по 26 июля. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.